Бывший президент США Дональд Трамп был ранен во время предвыборного митинга в городе Батлер в Пенсильвании. На видео с митинга слышны несколько выстрелов, после которых Трамп трогает ухо и секунду спустя пригибается к земле. К нему немедленно бросаются сотрудники охраны секретной службы. Спустя минуты бывшего президента с поднятой рукой, сжатый в кулак, уводят со сцены. В результате инцидента один участник митинга погиб, двое получили ранения. Охрана застрелила нападавшего. ФБР назвало имя человека, стрелявшего в Трампа. Это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бэтлпарка, в 70 километрах от Батлера. BBC взяла интервью у человека, который назвал себя очевидцем и сказал, что видел, как вооруженный винтовкой мужчина полз по крыше неподалеку от места проведения мероприятия. По его словам, он пытался предупредить охрану, но его предупреждение оставили без внимания. Представитель секретной службы Энтони Гульельми в своем заявлении сообщил, что подозреваемый стрелял в сторону сцены с возвышенности за пределами места проведения митинга. Инцидент с Дональдом Трампом в Пенсильвании вновь поднял вопрос о безопасности политических лидеров не только в США, но и во всем мире. В то время как американские спецслужбы анализируют произошедшее и усиливают меры защиты, в другой части света также обсуждаются вопросы безопасности высокопоставленных лиц. В частности, недавнее заявление главы разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о попытках покушения на президента России Владимира Путина привлекло внимание. Эти события, хотя и происходящие в разных странах, подчеркивают глобальную актуальность проблемы обеспечения безопасности государственных лидеров в современном мире. Попытки покушения на президента России Владимира Путина предпринимались, но все они были неудачные, заявил в интервью НВИ глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Они были, но, как видите, пока неудачные, сказал он. Глава украинской разведки не уточнил, о каких случаях идет речь. Буданов заявил, что россияне боятся потерять своего нынешнего лидера, так как он является гарантом их жизненной стабильности. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что уровень безопасности главы государства обеспечивается на должном уровне. В мае после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фиццо представитель Кремля заявил, что для обеспечения безопасности Путина делается то, что должно. Никаких дополнительных мер по усилению защиты российского лидера не планируется. В мае 2022 года Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде» говорил, что примерно два месяца назад на Путина совершили покушение представители Кавказа. По его словам, попытка была неудачной и не получила огласки. В том же году британский таблоид «The Sun» написал о том, что на пути следования кортежа президента в Москве прогремел взрыв, но Песков опроверг эту информацию. Ночью со 2 на 3 мая 2023 года Украина попыталась с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции Путина в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы. Власти назвали это терактом и попыткой покушения на президента. В тот момент политика там не было, он находился в Новоогореве. После случившегося в Кремле усилили систему безопасности, а также провели тщательное оперативное расследование атаки.